Сегодня педагогический колледж – это соцветие самых разных национальностей. Здесь учатся русские, татары, мартва, украинцы, азербайджане, армяне, чуваши и многие другие. Поэтому неудивительно, что День толерантности в этом учебном заведении отмечается с размахом. В этом году студенты во главе с педагогами поставили большую художественную концертную программу. Песни, танцы, стихотворения различных народов мира представляли учащиеся педколледжа. Мы всегда должны быть готовы к тому, что нам придется наш добрый, светлый мир в этом, теперь уже, можно сказать, немножечко страшном мире, в котором где-то идут войны, где-то идут взрывы, придется защищать. И воспитывать подрастающее поколение в духе доброго, толерантного, как сейчас можно говорить, а если по-простому, то понимающего отношения друг к другу. Мы всегда должны быть терпимыми, мы всегда должны быть эмпатийными, то есть уметь встать на сторону другого человека и уметь войти в его, так скажем, образ, в его позицию, в его жизненную ситуацию, уметь понять друг друга. Известно, что мирное существование возможно лишь в том случае, если каждый из нас с уважением научится относиться к представителю любой этнической культуры, ведь принципы терпимости – это и есть основа толерантного существования людей. Студенты педагогического колледжа считают, что все должны противостоять дискриминации людей по этническому признаку, выступать в их защиту и пытаться изменить стереотипы мышления тех, кто еще не научился толерантности. Большинство студентов – будущие педагоги, многие из которых действительно станут воспитателями или учителями. Как нам всем известно, именно наши учителя строят костяк модели нашего будущего поведения. Дарим любовь и веру и надежду всем, кто отчаялся на жизненном пути. Пусть звезды сияют их, как прежде, и станет легче им идти. Продолжение следует... Продолжение следует...